Здравствуйте, меня зовут Константин Савенков. Это третья лекция по курсу верификации программ на моделях. Это первая лекция в том, что я называл теоретической дорожкой курса. Она будет посвящена обзору системы формальных понятий, используемых в данном курсе. Мы начнем со системы переходов и ведем понятие корректности и адекватности системы переходов модели. Начнем мы с контрольной работы по предыдущей лекции. Все как обычно, 15 минут, 3 вопроса. Итак, мы начнем с обзора системы формальных понятий, используемых в данном курсе. И введем понятие системы переходов, то есть фактически конструкции, создающие пространство состояний модели. Мы опишем недетерминизм на уровне системы переходов и ведем понятие пути вычисления и трассы. Далее мы поговорим о свойствах линейного времени, как множество допустимых трасс. И ведем понятие корректности и адекватности модели. Это на самом деле основные понятия данного курса. Понятие корректности модели мы вначале ведем на уровне трасс, а затем на уровне системы переходов. Итак, на прошлой лекции мы говорили о том, что свойства программ проверяются на состояниях и последовательностях состояний программы. Чтобы перебирать меньшее состояние или вообще иметь возможность перебрать состояние, если их бесконечное количество, мы исследуем не исходную систему, а ее модель. Модель должна быть простой, то есть проще, чем исходная система и как минимум иметь конечное число состояний. Корректной, то есть не расходиться с реальностью. Адекватной, то есть соответствует той задачи моделирования, которую мы решаем, тем свойством, которые мы проверяем. В этом случае с правильностью модели следует правильность программы. В принципе, в этом, собственно, заключается теоретическая сторона курса. Но если мы хотим доказывать отсутствие ошибок, то понятие корректности, адекватности нам нужно ввести формально. Соответственно, это требует набора формальных понятий. Нам нужно уметь формально рассуждать о том, что такое программа, ее модель, что такое поведение программы. И уже в терминах вот этого формализма сформулировать понятие корректности и адекватности. Собственно, этим мы дальше займемся. Итак, у нас есть система, правильность которой мы хотим проверить, и требования к ней. Они существенно неформальны, поэтому изображены здесь облачками. Проверять требования мы хотим при помощи модели, у которой состояние меньше, чем у исходной программы. Конечно же, мы работаем с описанием программы и описанием модели, а не с их поведением. Поэтому и условия корректности, и условия адекватности мы хотим определить на описание исходной системы и ее модели. Более того, мы бы хотели сформулировать это условие в достаточной форме. То есть, сформулировать набор ограничений именно на описание модели, при выполнении которых модель является корректной. Ее можно использовать для верификации. Однако, сразу вести такую формализацию сложно, мы начнем с более простых структур. Мы будем рассматривать системы переходов, множество состояний программы и переходов между ними, размеченные атомарными высказываниями, то есть некими высказываниями, которые истинно или уложены в данных состояний. Ранее говорилось, что мы рассматриваем свойства линейного времени, то есть свойства в терминах условий на состоянии программы и их последовательности. Поэтому, для начала, мы введем более простые понятия, понятия трассы и вычисления, и установим соответствие между системой переходов и соответствующим ей множеством трасс. То есть, мы опишем, как множество трасс строится по системе переходов. На этом, самом базовом уровне, на уровне трасс, мы определим понятие корректной абстракции, то есть корректного упрощения, как свойства, которым должно обладать множество трасс модели, чтобы результаты проверки на нем свойств линейного времени, можно было распределить на множество трасс исходной программы. Далее, через условия корректности на трассах, мы строго определим условия корректности модели на уровне системы переходов, а затем сформулируем достаточные условия корректности, которые не требуют построения множества трасс. Это произойдет уже на этой лекции. Также мы определим, какая модель является адекватной. Однако мы не будем вычислять отношения адекватности, поэтому это определение будет сделано только на уровне трасс и выполнимости свойств. В дальнейшем мы ведем описание формализации программы, то есть модели и исходной системы, описав статическую семантику программы. И определим, как по описанию программы строится система переходов программы, то есть зададим ее операционную семантику. И это позволит нам сформулировать условия корректности описания программы через условия корректности системы переходов программы и далее сформулировать достаточные условия корректности, не требующие построения системы переходов. Ну, конечно, для того, чтобы формально описать условия корректности модели, нам потребуется ввести формализацию исходной системы. Будем использовать ту же формализацию, которая используется для модели. В данном курсе, как вы, наверное, уже поняли, будет использовано множество различных представлений программы. Давайте еще раз по ним пройдемся, но уже на более понятийном уровне. Итак, первое представление. Это исходный код программы. С ним все понятно. Далее. Граф программы. Что такое граф программы? Это граф, переход между вершинами которого соответствует выполнению оператора программы. Соответственно, структура данного графа соответствует структуре кода исходной программы. Далее. Это размеченная система переходов, то есть пространство состояния программы и переходов между ними. Размеченная система переходов строится по графу программы в соответствии с так называемой операционной семантикой программы. То есть, операционная семантика фактически определяет правила раскрутки графа программы в размеченной системе переходов. В размеченной системе переходов можно выделить множество вычислений программы, то есть, возможных путей из начального состояния программы в конечный. Конечного состояния программы может не быть, соответственно, тогда вычисления будут бесконечными. Например, множество вычислений программы соответствует множеству трасс программы, где каждому состоянию вычисления соответствует набор истинных в нем атомарных высказываний. То есть, здесь t написано в случае, если атомарное высказывание t истина, l написано в случае, если атомарное высказывание l истина. При этом возникает вопрос, а откуда мы берем такие атомарные высказывания, Как мы определяем их набор? Ответ на этот вопрос мы получаем из анализа требований в программе. Исходно у нас есть достаточно неформальные требования. Например, что самолет взлетает, не падает и затем приземляется. Эти требования, если они формализуемы, о чем мы говорили на прошлой лекции, они переводятся в формальный вид, то есть записываются при помощи некоторого языка, описание требований, например, из ганта параллельной логики. Всегда, если самолет взлетел, то он не упадет до момента, когда придет его посадка. Мы получаем спецификацию свойств, в данном случае линейного времени. По этой спецификации свойств мы определяем, какие последовательности атомарных высказываний допустимы. То есть при этом атомарные высказывания соответствуют атомарным высказываниям в формуле спецификации свойств. Собственно, из множества таких атомарных высказываний мы получаем атомарные высказывания, которыми размечаются вычисления программы. И по этому набору последовательностей атомарных высказываний мы можем построить язык допустимых трасс и автомат, распознающий этот язык. Собственно, далее мы рассматриваем множество трасс программы и проверяем, верно ли, что эти трассы принадлежат языку трасс, допустимых требованиями к программе. Это набор представлений программных свойств используемых в ходе верификации. Но, конечно, сама верификация через распознавание трасс автоматом она такая достаточно наивная и на самом деле используется более сложный, более эффективный алгоритм.